Я сейчас объясню нам правила игры Первое, нам нужно сейчас нарисовать картинку, которая тебе написана Вот у тебя, например, там написано, там, зелёный самолёт Тебе надо нарисовать зелёный самолёт То есть тебе надо, чтобы твою картинку угадали Но по большому счёту это крокодил То есть мы... Изменить нельзя Изменить нельзя, рисуй как можешь, как хочешь А, я случайно тыкнул, тут получилось, что-то не очень КТРЦ даже не работает, жесть Пробуй такое нарисовать, сзади тут поддакивает, а Ну у меня ужасный рисунок Даже не потому, что я не могу его нарисовать А потому, что очень, очень такое задание Прям вообще непонятное Так я не могу рисовать это Я думаю, что мой никто не отгадает нахрен, вообще Нет, я не могу такое рисовать, блядь Сидит, сидит собака, сзади поддакивает У вас там времени немного осталось Надо нарисовать Я закончил Тут, кажется... Я закончил свой шедевр Чем дольше ты отгадываешь, тем меньше тебе очков дует, да? Подглядывай Говорю, чем дольше ты отгадываешь, тем меньше очков дует Слушай, здесь, по-моему, нет Здесь чуть другая система Сейчас мы будем играть, я расскажу по ходу дел Ну, как будут раунды проходить, я буду рассказывать, что там делать Ага Эм... Я, конечно, собираюсь пойти в Labatomic Corporation, может быть, ты слышал краткую игру. Да, знаю, конечно, Labatomic Corporation. Так, теперь нам надо придумать ложь, ну, не ложь, тебе нужно написать, что ты думаешь вот это такое нарисовано сейчас, ну, вот это вот рожа на экране. Ага, супер. И у меня ничего. В смысле? Белый экран. Белый экран и придумай название белому экрану, окей. Нет, на моём стриме, на моём стриме надо смотреть. Стоять. Ты как думал, чувак, это играет. Тебе надо смотреть на мой стрим. Вот, блин. Трансле... вот, блин. Так. Ну, чё? Ну, у тебя есть 20 секунд. А, всё. Я просто не понял. Что там приблизительно нарисовано, я пишу сразу. Там нарисована какая-то рожа по типу крика, не знаю. Ну, то есть просто ружья рожа какая-то, не знаю. Блин, хватит. Написал быстро. Этого вполне достаточно? Что? Кто это нарисовал? У меня ж глаза выпучились. Вы чё? Так. Теперь. Теперь мы должны угадать, какая задача была действительно у того, кто это рисовал. Если ты угадываешь правильно, то получаешь бонус. Подсказывайте мне, короче. Чего подсказывать-то? Нормально. А остальные слова, вот эти, которые там скелет, горшок, Женя, крик души. Это этот... Это Женя? Ну, какой-то дебил написал, наверное. Тот же, который Халва там написал. Крик души, это написала Женя. Собственно, это была... Ложь. Ага. И когда ты угадываешь... Когда кто-то написал неправильно, ну... Это было на самом деле удивление, короче. Нет. Нифига. Удивление это была ложь Жени. Она получает тысячу очков. Настоящее название было бредовуха. Ага. И никто не угадал. Мы все угадали неправильные ответы, что есть ложь. И очки получили те, кто эти неправильные ответы написал. Примерно смысл ясен или я плохо объяснял? Я понял. Я динозавр, я прикину, что понял. Сейчас станет понятнее, когда мы следующий раунд пройдем. Теперь там нарисованы штаны со скидкой, что ли. И ты должен написать, что это такое. Ты, типа, свою ложь сейчас запускаешь в игру. Что с большой буквы первой, а вот. А, я аватарку свою рисовал. Я только сейчас напер того, что я аватарку рисовал свою. Да, было. Надо ждать, пока все проголосуют, а? Да. В смысле? Нет, ты выбирай, какое настоящее название у этой картинки было. А потом надо ставить только какие-то дополнительные оценки. Ну, это не обязательно. Ну, не буду ставить, не буду. Итак. Кто выбрал что? Кто выбрал что? Новая модель. Это была ложь Жени. Сезон скидок. Это была моя ложь. Я получаю 500 очков. Скидки в магазинах. Двое попытались отгадать. Это была ложь Эрли. Орле. 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 Портки. Это была ложь Денверийски. Один человек отгадал. Штаны за 40 гривен. Это было настоящее название Ни хрена себе Что? Чего? Чат угадал? За 40 написано Слушай Рисунок был очень-очень Прямо вот Все в нем было Сценник был 40 Но почему-то я не подумал, что там будут гривны В этой игре Я что-то подумал Ну, как бы имеют правду Права О, боже Я теперь буду смотреть О, боже Окей, я уже придумал Какая интересная рыба Слушай, как думаешь, в чем она? Я такое чувствую, что это Делали шпротов Такая с харем на тебя смотрит Ты точно бы покупал такие шпроты Я не люблю, когда на меня рыба смотрит Я представляю, что есть рыбу без головы Чтобы кто-нибудь другой ее без головы Передать Мне больше было бы интересно Если бы это Если бы ты идешь такой в пакете И такая рыба выглядывает из пакета Со взглядом на других смотрит Так, что там Че голосовать? Ну, выбирай, что из этого Это на самом деле А, даже так Йо, парасоте О, боже Варианты Да, варианты топовые Рыбный глаз Это была ложь в Денвериске Получает Один ответ Рыба в иллюминаторе Это была моя ложь Получает Два ответа Рыба в подводной лодке Это была ложь Гробера Получает Один ответ Гигантская рыба Смотрящая через иллюминатор Это настоящее название И два человека его отгадали Я пока не шаг Очень буквально Ну, гигантская рыба Смотрящая через иллюминатор А Так, в общем у нас Я стою Я ваша На первом месте Женя А кто улитка? Дайте мне шанс Того, что это Кто-то другой Хорошо, что я не на последний Так, что это? Астоматик Похоже на книгу? Ну, или если не книга То это А, знаешь такие Штуки, за которые Ты ставишь складные И прячешься Чтобы там переодеваться Вот, похоже на это Мне кажется Похоже на что-то Мне кажется Что кто-то Не дорисовал Хотя, может быть Это буквально Книга с буквой В Знаешь Это напоминает меня Когда я начинаю Читать книгу Прочитал первое слово Все Нахер ее Ну, не люблю я книжки читать Это не мое я Слушаю А ты Не слушал книжки? И Пытался Но опять же Не помню Че это? А, это библия Шикарно Йоу Открытая дверь Очень хорошая Хорошая фишка Чтобы Запудрить мозги И все такие Сразу О, это дверь Или О, может Не книга Может это дверь Ах, ты хватит А че Может быть Не книга Может это дверь Книжная ложка Это Ложь Мистера Кукухонка Попался ворота Микрономикон Ложь Омикрона Попался один человек Библия Это ложь Денвериски Попался Гробер Открытая дверь Это ложь Жени Ну, или Бенгийская Поэтому я и понимаю Постепенно И комикс Из утренней газеты Это настоящее название Слушай, я начинаю Обращать А как? А вот так Комикс из утренней газеты А что, все, что было написано В комиксах По утрам? Ну, наверное Я, честно говоря Комикс из утренней газеты Не читал Никуда Я комиксы читал Но точно не веб Блин, я на последнем Что это? Йоу О боже Окей Даже не знаю Блин Мне это напоминает Это Из капхета Босса Слушай, что-то есть Такое Я правда не знаю Как это описать Как это описать Я даже Мальчик с пальчик Живой карандашик Чупакабра Сосиска с привязанной головой Суши-ниндзя Фиксик Вор огурцов Человек-электробритва Окей Ну Человек-электробритва Нормально Ну, я не знаю Похоже Чему-то мне кажется Что вот это Вот это А вслух Не хотим Говорить, да? Ну да Суши-ниндзя А вот это Мне оказалось Это ложь Жени Она собирает Два Голоса Сосиска С перевязанной головой Моя ложь Собирает Два голоса Фиксик Ложь Нелинейного Собирает Один голос Живой Карандашик Это ложь Гробера Собирает Один голос Чупакабра Ложь Эрле Собирает Один голос Настоящее название Вор Огурцов Я понял Типа Он вор И фамилия У него Огурцов Поэтому Он на Огурец Нахрен Похож Я бы Нарисовал Чувака Который Ворует Огурцы Не знаю Как Ну ты попробуй дорисовать Какой Такой Редактор Я Пайн Те лучше Рисую Мне кажется Специально О боже Это напоминает Мне Панк Хотя Не Это Степуха В Техникуме Перед Банкоматом Такие Стоят Степендию Ну Люди Очень Хотят Денег Ничего Непонятного Это Зарплата Так Андрей А я понял Вы с Пашей Играли Вместе Вы знакомы Да Да Мы с Пашей Играли В Тради Воле Не так Много Но Знакомы Ну Такое Я Больше С Фароком Знаком Чем С Гробером Бунтакой Ну Вы Что-то Играли Вместе По-моему Да Да Мы Играли В Stick Fight The Game И В Как раз Таки То Что Мы Играли Stick Fight The Game Облаж Стар Дэп Валей Стар Валя Слушай Ты в него Шаришь? Игрушка Хорошая? Я шарю Ты шаришь? Я его Затащил Так Подожди Я увлекся Пенсия В России Ложь Мистера Кахунока Прибыльский Кстартер Это Настоящее Название И Получает Два Голоса Не люблю Я эту Игру Я на Последнем Месте Подожди Дай игре Хоть 5 минут Мы еще Один раунд До конца Не доиграли Ну Обратом Ниткок Я Лучше Сейчас Зарежу Ой Я недавно Смотрел Мастерскую Настроение Блин Мастерская Настроение Это Че такое? Это Познавательная Передача На ютубе На ютубе Ого Я кстати Тоже Несколько Видео На этом Канале Видел Мастерская Настроение В первый раз Слышит Ну Мы то Спортим Познавательные Передачи Ну Не Хованского Конечно Заветь И я Сказал Это Все Практически Написали Черви Вот вы Молодцы Какая Черви Разве Нет А что такое Мастерская Настроение Мне нужно Больше Информации Потому что Звучит Отстойно Честно Скажу Это Что Это Что Такое Мы будем Рекламировать Еще и чужие Каналы Рекламировать Бля Расскажи Хоть Что за Канал Мне Интересно Прогули Интересно Будет Познавательный Питер Хорошо Рассказ Я сейчас Спрошу Человека Который Лучше Хочет Общаться Андрей Что такое Мастерская Настроение Расскажи Пожалуйста Вообще Мастерское Настроение Там Самые Разные Видео Там Разные Топы Как Выделило Что-то Также Там Были Разные Загадчики Всяких Объект Там Здесь Много Что О Слушай Это Спасибо Спасибо Большое Что Ты Блин Хоть Идешь На Контакт На Какой Я Тут Пытаюсь Шоу Делать А Паша Вон Чуть Моя Игра Не Нравится Слушай Ну Я Такие Каналы Типа Мастерское Настроение Что Из Такого Смотрю Да Наверное Особо Ничего Я Если На Ютубе Смотрю Я Смотрю Короче Типа Короткие Юмористические Ролики Колледж Как раз Плагиатил А Ну Я Смотрю Как Короткие Юмористические Ролики Так И Так Мне Тебе Нравится Это Нечестно Вот Оригинал Показывается Слева В Экране Вон Оригинал Что Это За Пародия Я Недавно Смотрел Очень 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 Этот Очень Хороший Обзор На то Как Можно В World of Warcraft Качнуться На кабанах От Нулевого До Шестьятого Уровня Мне Понравилось Там Чувак Короче Я сейчас Рассказываю Чувак Нашел Себе Нашел Себе Задачу Он Помнишь Смотрели Вы Серию Старую Серию Саус Парка Где Тожнись Это Полнометражки Саус Парка Где Они Типа World of Warcraft Играли Вот И там Была Фишка Что Они Там Качались До Шестьятого Уровня На Кабанах Стартовой Локации Стартовой Читтер И там Была Лиф Ту Уин Там Музыка И они На Кабанах Качаются Так Чувак Короче Решил В реале Посмотреть Можно ли Качнуться На Кабанах Я Я Уже Кстати Не Читаю Из игры Ничего Я Буду Про Кабанов Рассказывать Чувак Смотрел Как Смотрел Смотрел Эту серию И решил Можно ли Прокачаться На Кабанах Он Короче Вычислил В натуре Можно Прокачаться На Кабанах Но не На Кабанах Первого Уровня Как Они Делали В Солф Парке Надо Качаться На Разных Кабанах И он Поставил Свою Задачу Качнуться До 60 Уровня В Ванильном Варкрафте На Кабанах Ему Запрещено Убивать Все Вообще Любые Другие Существа А в игре Запрещено Делать Квесты Кроме Квеста На Профессию И Все То есть Ему надо Набить 60 уровень Он Видос Снял Получается Ну короче Снова Начинаем Игру Он Начинает Он Начинает Когда Стартанут Классические Сервера Он Начнет Качаться Он Первое Видео Сделал Чего-то Дня Четыре Назад Типа Такое Видео У него Небольшой Канал Там Был 10 тысяч Подписчиков Типа У меня Маленький Канал И он Снимает Видео И если Это Видео Наберет 10 тысяч Лайков Типа Такой Ха-ха-ха-ха То Я Действительно Возьму Этот Челлендж И сделаю Его И Видос У него За три Дня Чего-то Набрал Там 40 тысяч Лайков Естественно Простите Но Рисунок Будет Немного Плохой Так как У меня Это У меня Открылась Одна Вкладка Из-за Этого У меня Мышка Прочертила Одну Линию Которая На весь Рисунок Ну ладно Не отменяется Рисунок Не отменяется Точно Придется Такой Постить И Короче Чувак Будет Теперь Он сказал Что он Будет Качаться До 60 Там он По его Подсчетам Чтобы Докачаться До 60 В ванильном Варкрафте Нужно Что-то 40 тысяч Кабанов Убить В общем И Не только Кабанов Маленького Уровня И большого Там И так далее И тому подобное Вот Сам по сути Делал В Альбион Играя Гробер Может подтвердить Там тоже Жестко Качаться А Кстати Да Паш Я тебя хотел Про Альбион Спросить И Андрей Тоже В Альбион Играет Да Йоу Пацаны Мне нужен Этот Как он Называется Брифинг Го Брифинг Типа Короткая Информация По миссии Че там В Альбион Я могу Одного Человека Посоветовать Как раз Которого Я тебе Говорил Димон Он У нас Гильзийский Лидер Хорошо Ну Заебись Только Димона Тут нету Он Вечером Придет Как раз После стрима Спросишь у него Ну вот Было бы очень хорошо Конечно Я с ним поговорю Но Лишь Долго Рису То есть Тебе Мне Сейчас Я пытался Исправить Свой Рисунок Хоть Как То есть Паша Тебе Нечего Мне Сказать Про Эльбион Да Есть Чего Если Есть Вопросы Потому Что Я же Не могу Сейчас Рассказывать Про Все Да Ну Ну Как Если Смотреть На Path of Exile И World of Warcraft К чему Ближе Блин Будем так Говорить Вот Ровная Половина Яблока Отрубили Там Ровная Половина Поя И ровная Половина Варкрафта Гринде Как В Варкрафте Система Прокачки Похожа На Поя Система Прокачки В смысле Да Там Именно На Твой На твою Прокачку И на Твой Класс Влияет Оружие И броня Которая На тебе Надето А не Ветка Качи И прочее Она Конечно Тоже Влияет Но Не так Уж Сильно Как Танос Щелкнул Пальцами И ты Стал Место Магом Учеником Спойлеры Да К примеру У тебя Есть Сет Война Но Ты Сейчас Сет Рыбака Ну Думает Пристоться Ты можешь Спокойно Переодеться У тебя Будет Все Нужные Скиллы Войны Слушай Ну Прикольно Типа Как В Пас Фокзайл Эти Камни Умения Да Ну Да Но Там У каждой Шмотки Свои Навыки Которые Ты Выбираешь Из Кажется Трех Может Быть Из Четырех Не Помню Точно Сколько Там Максимум То Есть Допустим Пробежка Которая Просто Ускоряет Твою Скорость Увеличивает Да Да Допустим Есть Омолаживающая Промешка Которая Не так Сильно Увеличивает Скорость Не так Долго Но За Это Время Еще И Хилит Тебя Ага Ну Вы Там До Какого Уровня Качнулись Какой Там Максимальный Чтоб Я Примерно По сути Типа Уровня То И Нету Будем Так Говорить По Профессии В Какой Ты Профессии Относится Потому Что Если Говорить Образно Про Уровень Там Жесть Там На Все Ты Не Прокачайся В Смысле Таш Подожди Я Теперь Теряюсь Что Значит Там Уровня Смотрим Там Есть Десять Ну Можно Так Сказать Десять Уровня Это Десять Тиров Восемь Тиров Восемь Да Восемь Каждый Этот Тир Он Для Каждого Своего Для Каждой Профессии То То Профессия Рыбака Профессия Воина Профессии Лучника И так Далее Плюс Эти Профессии Еще Делятся На Под Профессии То То Кач Всех Займет Очень Много Времени Йоу Слушай Это Звучит Все Интересней Нахрена Интересней Я Думал Там Обычная Грайн Делка Просто Чуть С Другим Этим Ракурсом Знаешь Там С Какими Фишками Типа Олдскуль Здесь Вообще Другая Система То Не Такая Как В Там Около Трехсот Человек Стоит Игра Жесткого Грайн Дофига Людей То есть Там Один Сервер Идет Или Там Как Сервер Капс Один Серверов Не знаю Но Так Там Все Поделено На Локации То Так Я даже Знаю Что Варок Написал Чего Я Написал Очень Быстро Это Написал Это Мими Я Не Один Был Слушай Ну Альбион Онлайн Я на него Смотрел Еще Когда Он Только Появился Буквально В первый День Когда Он Появился Я не Помню Как Я На Него Налетел Но Мне Стало Интересно Ну Естественно Я Нахрен Зажал Платить За Ранний Доступ Они Вайп Делали После Раннего Доступа Делали Делали Да Я Пошли Сказать Я Не Помню Ну В Иннет Вот Сейчас Только Начали Играть Там Есть Смысл Стартовать Если Я Вот Так Опоздал На Месяц Или На Полтора Нет Стартовать Абсолютно Никогда Не Поздно Так Даже По сути Дело Сейчас Идет Мероприятие Яичное Вот Это Как Я Не Помню Как Называется Она По сути Дело На Геймплей Никак Не Влеет Но В любом Случай Может Стартовать В любой Момент Абсолютно Игра Со Временем Становится Только Лучше Нет Ты Говоришь Что Игра Становится Со Временем Лучше Я Все Услышал Там Нет Сезонов Потому Что Сейчас Во всех Момошках Популярно Делать Сезоны Там События Есть Сезоны Типа Идет Сезон А потом Повышается Максимальный Левел А потом Надо Заново Отфармить Все Шмотки Такого Нет Только Попробуйте Такую Систему Сделать В Альбионе Вот Это Меня Выбесило Я Из-за Этого Забил На Алоды Онлайн Как Только Они Перешли На Эту Систему Сезонов Там Есть 8 Тиров И Именно Их Не Менеют То есть Не Будет Выше Ну Я Не Помню Там Кажется 11 Все Таки Есть Там Говорили Про Что-то Один С С С С А А Так Точно Не Помню Но На Кажется Еще Есть Ее Качество По Типу Хорошее Отличное И так Далее То есть Ты Можешь Как Крафтить Эти Шмотки И получать Какой-то Шанс На Получение Хорошей Шмотки Либо Купить Шмотку С Хорошим Качеством Но Это Конечно Будет Больше Хуже Тебе По Стоимость Так Будет А Так Есть Еще Один Прикол Иногда Ты Можешь Носить Вещи Но Не Можешь Крафтить Там Различаются Две Ветки Крафтинг И Сами Навыки Того Что Ты Можешь Носить Или Это Нет То То Есть Ты Выбираешь Себе Типа Профессию Да И по ней Идешь Да Например Я же Маг Клирик Я Сосредоточен Как ни Странно Я Клирик Но При Том Что Я Крафчу Камни Я Камнетес Это Время Еще То Есть Я Совершенно Разные Билды Могу Сочетать Что Прям Невозможно Поверь И Самое Страшное Знаешь Че В этой Игре Че Страшные Черные Зоны Че Че Это Жесть Просто Это Бон Так Говорит Сейчас Я Историю Маленькую Расскажу Представь Что Ты Два Часа Вот Два Гребаных Часа Сидишь Собираешь Дерево Камни Всякую Руду Короче Все Что Видишь Вот Это Все Твое В рюкзак Кидаешь Так Ага Ну Какая От твоей Родной Зоны Ну Там Где Безопасно Сейчас Подожди Я Проголосую Что Это Значит Твое У тебя Есть Вряд Либо Пойти Обратно Очень Долгим Путем Но Безопасным Либо Пойти На Красную И Черную Зону Ну Короче То Пять Раз Всего Этих Опасных Противников Игроков Которые Убивать Всех Кого Видят Там ПК Их Было Тринадцать Ну Это Немного На Большую Карту И Вот Тут Началось Я Вдоль Стеночки Прохожу Я Уже Под Чит Дохожу До Конца Орда На Меня Такая Их Не Тринадцать Было Выходит Такий Человек Пятьдесят Справа И Побежал Я И Все За Мной Димон Там Кричит На Задней Стороне Того Что Его Еще По Дороге Схавали Того Что Я Уже Такой Бегу Помогите Кричу Кричу В чат Не В Чат Помогите Започу Любую Цену Первого Застопорили Г ГПТДшники Какие-то Наказали Меня По полной Они Сперва Начали Ну Избили Меня То есть Высосали Практически Все Здоровье И С процентом ХП Беги Беги А у меня Перевес Без Маунта Маунт Оглушен 800% В инвентаре Я такой Миллиметров В минуту Бегу Бегу И тут Люди Подходят Пытаются Помочь И Меня Убили Махач Слушай То есть Там ПВП Жесткое Очень Жесткое ПВП А так В безопасных Зонах Люди Обычно Объединяются Против Мобов А ПК Могут Действовать Везде Ну ПК Которые Вне Закона Они В любой Зоне Могут Нападать Красная Желтая И черная Зона Желтая Зона Выделяется Специальное Место Для Них То есть Например Добываешь Руду Желтой Зоне И тут Бац На карте Появляется Агромный Красный Круг В этой Зоне Обязательно Будут ПК Они Убьют Беги Но Тебе Больше Вероятность Того Что Тебе Помогут В желтой Зоне Слушай Ну ПК Больше Более Менее Не Нападают На Желтой Зоне Потому Что Так Там Как бы Защитников Больше Этих ПК Нагнут Если Они Хоть Кого Трон А В Красной Зоне Там Только Отображается Количество ПК Количество Защитников То есть Обычных Которые Святые Или Жертвы Этих Обстоятельств И ты Это был Паспарту Чего О Господи Слушай Ну Альбин Звучит Прикольно Больше Я сейчас Играю В Паспок Зайл И Как бы Ага Вроде Классная Но Блин Чё-то В лейтгейме Вот У меня Прям Нету Такого Чтоб Я Прям Брал И Сидел И фармил По 8 часов Мне Прокачка В паспок Зайл Нравится Больше Чем Лейтгейм Почему Не знаю Почему Хотя Лейтгейм Там Интересный Не очень Хорошо Играется В соло Режиме Ужасно Играется Там По сути Делать Ну Не Принуждает Ну Можно Играть Но Это Очень Долго В соло В соло Плохо Играть Уф Плохо Играется Ну Тогда Звучит Как Нахрен Пас Для Меня Точнее Медленно Я не сказал Что прям Ужасно Просто Например В данж Ты не пойдешь Нет Ты можешь Пойти Там Вызваться Там Народ Частенько Ищет В команду Себя Кого-то Там Постоянно Приходишь В данж Поднимаешь Типа Руку Ну Или пишешь Я в пати Например Я танк Тоты Там По классу И они тебя берут Ты можешь Спокойно Идти С ними Качаться Ну По социальной Структуре Лучше С кем-то Лучше Объединяться Своей гильдией Например Ибо Со своими Гильдийами Там тоже Своучи Те еще Думаю Смотря В какую Гильдию Вступишь Слушай Я вообще Люблю Гильдии Я не люблю Пати Я люблю Все в соло Делать Я А Прок Ну там Можно Но это Будет Гораздо Дольше И труднее Мне кажется Так Хорошо Почему Когда я Пришел В один Данж Меня там Сразу Себе Сидит Пати Не Ну В данже Понятно Что Надо Ходить Группами Без Группы Там Тяжко Ладно Короче Я думаю Что Мне надо Просто Брать И смотреть Нахрен Посмотри Мы просто Хреново Писываем Потому что Мы сами Только Неделю Назад Зарубили Как только Неделю Назад Вышла Кто Больше Торубился Нет Игра Уже Как Три Недели Как Три Две Бесплатно А Тот С кем Мы Разговариваем Димон Он Еще С Открытия Игры Там Сидит Типа Один Один Персонаж У него И Все Само Открытие Серверов Что Ли Кажется Я объяснял Что Заходит Не так Часто Как мы Или я Так Ну я Одно Скажу На эту Игру Требуется Время Очень Много Так Что Да Можно Попробовать Попробуй Если Времени Не будет То Забить Главное Не стрим А то Потом От меня Не отстанут А это Кстати Худшему Если Только Представать Будет Потому что Там Все Такие Не Очень Социальные Прям В В Обычный Чарт В таких Играх Выключаю Все Проблема Решается Очень Легко К Че Можешь Еще Поговорить А то По сути Дела У нас Геймплей Не такой Затянут Слушай Геймплей Можно Вообще Я играю Прикольно Как раз Подходит На фоне Обращения Говорить Смол У тебя Паш Еще Слушай У тебя Трое Котят Этих Новых Мелких Не напоминай Безапево Сколько дней Сколько дней Не спишь Три Четыре Ты кстати Угадал Точно О чем Идет Речь Безсон Безапево Слушай Ну У них Моих Мать Переехали Ну Передавили Там И они Остались Без детей Без Матки Ну Мать Да И такая Папука Матери Звонит Приюти Пока На время Потом Я их Заберу Уже Шесть У нас Слава Болу Того Что Недавно Родила Кошка Машка Зовут У нее Детки Померли Она Их Прекила Себе Она Не заметила Замену Хотя Она Так И хренов Воспитывает Прошу Она Спичку Запихивает Ну Вы Спичку Не Выключайте Только Смотрите Они Оргут Это Дуль Запускать Но Это Страх Все Гнезду Сделать На золе Но Мать Приходит Пипетки Их Кормят Они Визжат Писевются Гадятся Воуч Ненавижу Честно Утопить Убить Короче Я жестоким Из-за них Становлюсь Ну Ты Злой Да Не Не Надо Таким Злым Быть Надо Добрым Быть Хотя Тоже Ни Не Специально А У меня Такое Ощущение Что Они В детстве Наорались А потом В взрослеты Просто Расхотелось Наорались В детстве Они Постоянно Орут У меня Столько Кошаков У меня 13 Они Меньше В общей сложности Орут Чем они Один Есть Просто Они Орут У меня Башка Трещит Я Убейте Убейте Меня Пошел Так Ну что Хотите Еще Одну Игру Рисовать Или Нет Можно Мне Понравилось Нормально Пошло Зашло Еще раз Сделаю И я Другую Новую Игру Создам Чтобы У нас Другие Люди Были Воровок Еще Кое Что Мне Один Мой Подписчик Кинул Список Моего Канала Который Вообще Был Лоботомик Корпорейшн Дрофул Легенд Оф Гримрок Мувер Дай Простите Ничего Страшного Это Собака Радуется Мувер Дай Скорди Волю Дед Селс Ган Пойнт Джек Бокс Три Дед Болт Энд Эндерол И Ченжд Ну Я Узнал Из них Процентов Тридцать Слушай Ну Прикольно Логично Сорок Эндерол Это Как Скорим Только По-другому Все-таки Много Как бы так Объяснить А че ты не сказал Что уже начали Я вам скинул Код Я такой сижу В туалет хочу Гриф Фарфокс Я тебе скинул Этот Я тебе скинул Код Вконтакте Блин Я не знаю Короче Я честно Говорю Мне Че-то Эта игра Не так-то Сильно Заходит Те социальные игры Вообще Не очень Заходят По-моему Нет Я просто Не знаю Че делать В смысле Мне Говорит Рисуй Самого себя Нарисуй Сейчас Ну Нарисуй Самого себя Это Глупая Фигня Ну А остальные Там Че непонятного А я Вообще Имею Ну Я не знаю Че-то Не тянет К этой игре Ну Ладно Сейчас Давай еще Один раунд Сыграем Ты зашел? Я зашел Я все уже Нарисовал Так Простенько Так Вроде бы Закончили Так Так Если что Андерл Это Люди Те Которые Любили Когда-то Играть В Скайрим Они все Собрались Ну Те Кто Могут Они Собрались И сделали Свою Ядро То есть Они На движке Скайрима Сделали Со своим Сюжетом Историей Механиками Абсолютно Новую Игру Это реально Интересно В него Играть То есть Если ты Когда-то Играл В Скайрим И Хотел бы Еще Провать То Эта игра Прям Замещательно Заходит Мне Скайрим Понравился Но Я его Ни разу Не прошел Я начинал В него Играть Наверное Раз Пять Минимум Я доходил Где-то Я где-то До середины Сюжетки Наверное Доходил Я доходил Там Где Хайх Ротгард На гору Лезешь Потом Спускаешься Потом Идешь Потом Проходишь Чуть дальше Дальше Там Потом Я помню Что там Точно Этот Какой-то В особняке Собрание И там Ты что-то Там Делаешь И По-моему Все Далеко Не Спереч Ну Может Слушай Ну Не знаю Хотел бы Я еще Скорее Попробовать Поиграть Я жду Следующего А вот Это Эндерл Правильно Я говорю Игра Да Эндерл Так У меня Кстати Довольно Интересный Рисунок У меня Ужасный У меня Жесть Я решил Попроще Нарисовать Нафиг Вам Пикасо Все равно Не ставите Ни лайки Ничего Тфу На вас Художника Обидеть Легко Да Не Поспоришь Так Эндерл Ну Я Я в такие Игрушки Что-то Вот Последнее Что я Пробовал Играть Из РПГ Это был Третий Ведьмак Я скажу Честно Я его Не смог Пройти Потому что Он слишком Большой Там Нахрен Песец Я дошел До Новиграда И все Я там Остановился Это Это хана Там Столько Квестов А я не могу Проходить Просто сюжетку Идти по Прямой Линии До конца Мне обязательно Надо Блин Проходить Все Дополнительные Квесты Ну Если есть Не все То Хотя бы Большую Часть Дополнительных Квестов То есть Беда У меня С Ведьмаком Мне поэтому Первый Ведьмак Намного Больше Понравился Потому что Он Прямолинейный Ну Там Есть Немного Ну Типа Neverwinter Первый Андрей Ты играл Neverwinter Кажется Пробовал Но Не помню Из-за чего Я Перестал В него Играть Надо Будет Либо Попробовать Снова Даже Не парься Он Старенький Там Единственная Фишка Что это Типа Dungeons And Dragons Часто Есть Во что Кроме Него Поиграть Первый Ведьмак Мне очень Напомнил Старые Neverwinter Игрушки Второй Второй Ведьмак Был бы Хороший Был бы Лучше Первого Если бы Там Была Боевая Система Не Такая По моему Мнению Плохая Но Может Некоторым Нравится А Кстати Второй Ведьмак Ты же Собираешься Его Стримить Скорее Всего Буду Снимать Потому Что Это Больше Как Сюжетная Игра Но Не знаю Может И стрим Будут Я Я Рекомендую поставить... Там, короче, есть мод очень хороший На замену переката На финт Он вообще никак не влияет То есть просто меняет анимацию Переката на финт ведьмака Там шикарно сделана анимация, потому что в книгах же Ведьмак, он типа финты все время делает То есть его там бьют, а он такой Раз, и типа как в танце Уходит от удара Перекат, ну обычный, как в третьем ведьмаке Через голову, как в Dark Souls Там меня этот финт Выглядит просто в сто тысяч раз лучше Хорошо, спасибо Если на всякий случай записал в Дискорде Да Ну как бы это есть и геймплейные моды Не хочешь ставить? Не, я в основном геймплейные не хочу Может быть какие-нибудь на визуал поставлю А так, не знаю Вот, вот этот на визуал, он очень хороший На боевку никак не влияет Только визуальную часть Меня это выглядит намного лучше, чем обычный Я не помню, что там я еще ставил Потому что второго я проходил, причем два раза Второй мне очень понравился Там просто совсем две разные концовки Две, поэтому я его два раза перепроходил Я тогда посмотрю, потому что если там две концовки До них надо было их интересно доходить То, скорее всего, обе тоже снял Потому что я как-то давно играл в серию игр, кажется, Dishonored Мне не было трудно проходить вот это вот все заново То есть мне это тоже интерес какой-то доставляет Я, Dishonored Я его прошел Да, точно Я в него играл, но не на камеру Внимание на символы на теле Это твой рисунок, что ли? Может быть, поможет Тут по цвету больше можно узнать, чей рисунок А, кстати, да О, блин Я не знаю Символы Это Паша нарисовал Ты Пашу нарисовал Вон, микрофон И это у него Omicron написано в футболке Просто он в очках Потому что он уже стримит 20 лет И уже у него волосы облезли со всех сторон Очки Может поможет Я промолчу Или, может быть, на меня тоже похоже Я не посмечал на Omicron, который стримится через 20 лет Слушай Ну, 20 лет стримить Это, конечно, может Может что угодно плохо случиться За 20 лет Можно облысеть, например Я уже скоро совсем облысею Паш Чего? Ты? Да ничего Тянет ли мне эта игра И плюс того, что и скучно уже Я не знаю Ни хуй Нет, не моя всего Не буду больше приходить на эту игру Все Все и скучно, так еще и оскорблять нахер Я не знаю Мне нравится И, во-первых, сам себе игрушка довольно прикольная Так и просто пообщаться можно с вами Слушай, а игрушка для фона, по-моему, очень хорошо подходит Тут на ней не надо сосредоточиваться Простите Сосредотачиваться, чтобы играть И, во-вторых, Паша Я прикалываюсь Реально, мне было проще играть даже с ЛССП Не знаю Вот ничего-то не то Слишком спокойно для меня Он прям лахов с ним на телегуля Слишком О, какие мысли не идут даже Слишком спокойно Скучно, да Почему мне нравятся вообще все игры? Я могу как в спокойные игры играть Игры, в которых надо гриндить по типу Альбёна Так и в тот же Dead Cells Мне все нравятся Почти Говоришь Как-то, что Многие шутеры не сильно любят, так? Слушай, я с тобой согласен примерно так же Я тоже могу Почти во все жанры играть Я не могу играть в платформеры Ну, я могу Но я бы предпочел в них не играть И Я Проблема Когда тебе становится, блин, 30 лет Если у тебя жена кошки работа То приходится Находить игры, которые не требуют много времени Поэтому Может быть Я сейчас не такой большой фанат долгих игрушек Опять же, тот же Третий Ведьмак Я его не смог пройти Вся игра бомбовая Паша, ты Чего-то еще планируешь в ближайшее время новое? Да убить себя планирую В ближайшее время Окей, понятно А Андрей? Да ладно, все Мне надо дождаться, моя Возьму Бук и буду уже делать нормальный контент Возьму нормальные игры Возьму тебя, зорока И наконец-то буду стримить с тобой А не сидеть как в гостях Слушай, ну Я не знаю, как это у тебя получится Субботник Я люблю это делать Просто, ну Те же коопы, видишь Снимать коопы просто как Ну, прохождение Типа каких-то старых игрушек Но особо интереса нету Их никто смотреть не будет Что такое, блин? Я сам закрепляюсь Это что? Какая странную штуку нарисовали Я бы сказал, что это похоже на Слушай, я даже не знаю Я, наверное, понял, на что это похоже Я даже не знаю, на что это похоже Боюсь крутануть бутылку Женя нашла оригинальную розочку Да-да-да Часть разбитой бутылки Это была ложка гробера Он собрал джекпот Только вот с моими текущими очками До этого раунда Это все-таки не сильно мне поможет Слушай, я сейчас Блин, заново начал кайфовать От Слейзデпир Я не знаю, что это такое Но эта игра меня не отпускает Я по чуть-чуть начал, по-моему, Познавать Дау С 20-го возвышения То есть до этого я просто Тыкался Ну, глубом об стену Типа Ну, как лох Брал все карты подряд Слушай, я сейчас Я посмотрел, кстати, стрим вот этого чувака Про которого мне говорили Как его там, блин Джорпса Типа, который самый крутой стример Но я не скажу, что он прям делает Что-то там такое или что-то такое знает Он, по-моему, точно так же играет Берет Берет карты Там, которые ему нравятся И играет Я посмотрел три забега его Он три забега проиграл Я не скажу, что я был очень впечатлен Его геймплеем Ну, понятно, что он что-то делает так Потому что у него что-то там 210 побед над сердцем на двадцатке То есть он явно что-то делать Что-то делать правильно Может, просто я какие-то карты К нему тебе использую Может, я спешу сильно Не знаю Еще мне Ганжин очень сейчас нравится Я к нему вернулся И, по-моему, надолго В любом случае Мне больше не контролировать Чего-чего? Нюклеар Трон нравится Ганжин какой-то слишком Ну, я не знаю даже Слишком Прокачанный, будем так говорить Но Клиан Трон проще Намного быстрее Динамичнее Все понятно довольно Сюжет Понятно Нюклеар Трон явно Более быстрая игра Я Ганжин Это больше рогалик Потому что Нюклеар Трон Это как Топ-даун шутер С элементами рогалик Будем так говорить Я заразился от тебя Тем, что Надо Активность Хоть какую-то иметь На игре Типа, чтобы игра Должна быть быстрая Хоть что-то На игре должно быть Быстрое Чего? В смысле? Чтобы игра была быстрая Ладно Даже как в Dead Sales Многие И пользуются счетами Пользуются тактикой Медленно играет А я на побежал Вперед паровоза Всех уже убивая Там до сих пор Чувак еще на первой локации А я уже на вторую локацию Прохожу С мечом Спидрана Меч спидрана Это не тот, который Тебя в ваншоте То есть тебя убивает Нет, меч спидрана Это тот, который Наносит критический урон Если На тебе Эффект скорости Ааа Точно Все вспомнил Я его открывал Кстати Я в Dead Sales Мало играл Мне больше Такой геймплей нравится Когда На правом идешь Я согласен Никакой Защиты Иду на правом Нахер Не, щит есть В бэкстепе есть Но с двуручным мечом Это не мое Я возьму меч И буду накинать Как с двуручным мечом По максимуму Будет у меня все Орать О, прохожу Он меня убивает Этим мечом Да, я тоже Предпочитаю быстро Я, кстати, вот Классические рогалики Пытался играть В частности Свордс оф зе старт Зе пит И Господи Дай бог памяти И что-то еще Такое вот Пошаговое Прям вот Рогалик-рогалик Пошаговое Очень медленно Дамы и господа Очень медленно Прям вот Вообще как-то В целом случае По три часа Забеги меня не привлекают Кстати По сути Дело по поводу Того Что это Икском я проходил Второе И он тоже был медленный Я не знаю Там как-то геймплей Сделали так Что Хоть Хоть ты будешь Один матч проходить Час Хоть он даст тебе мало Но блин Почему-то он тебе Не надоедает Икском Стратежка Слушай Ну этот Икском Как он медленный Я бы не сказал Что он медленный Нет Иногда затягиваются Очень частенько даже Первый Затягивают собой В первом И первую порой Во втором Икскоме Я бы не сказал Что там затягивается Что-то Будешь спид Ранить Потерять солдатов Будешь медленно Играть Будешь ухаживать А ты имеешь ввиду Что на карте Надо Ну Медленно Постепенно Двигаться Но во втором Икскоме Тебе огонь У тебя там отчет идет До строительства Этого проекта Как его там Проект А ну Не сказал бы По поводу того Что Строительство Можно замедлять Или откатывать И У меня компания Второго Икскома Показалась Быстрее Чем компания Первого Икскома Не знаю Я первый Быстрее Прошел Я его Прошел Стран Я после Получения Способности Вот эти Телекинеза Сразу уже К финал Что Пробал Мне просто Сразу Отправили К финалу Я такой Шо Артем Ты играл В Икском? Андрей Андрей Господи Я уже Все Мой мозг Плавится Андрей Играл? Нормально Мне в основу Тоже не надо Не Я спиртишки Не сильно Люблю Но я Кажется Пробал Как-то давно Играть Как-то Не зашла Может Попробую Еще Но Не знаю Не знаю Где Икском Подград Довольно Старая Довольно Давно Я играл В нее Поэтому У меня Не могло Уже Обмениться Ну да Она старенькая Но Я 100% Рекомендую Второй Сразу Пробовать Первый Хороший Но Смысла Не имеет Если Сюжет Обязательно С первой Нет Нихера Какая разница Кому нахрен В скоме Нужен сюжет Сюжет Первой части Лучше С первой Начинать Да нет Там никакого Сюжета Прилетели Инопланетяне Нихрена Не поймешь Да все Будет Понятно Почему А в итоге Все равно Просрали Да там Типа Альтернативная Вселенная Идет Поэтому Неважно Там типа Согласили Мир Потихоньку Нас захватили Нет Я Первый Закатил Не надо Я тоже Значит Мы играли В две Разы Играть Окей Я сейчас За спойлер Всем наш Сюжет Хкома Который Никому Не нужен Первый Хком Ты типа Выигрываешь Потом В втором Хком Оказывается Что ты Типа Сидел Все это Время В симуляции И тебе Оказалось Что ты Воюешь С инопланетянами А это Была Симуляция Ты думал Что ты Выигрываешь На самом деле Ты проигрываешь Да Так и было Сука Чего Ты Бля А Епрос Пиши Слушай Слушай А Типа В цивилизацию Или что Это Такое Вы Играете Я Играл В пятую Только Я Как Такого С Одним Своим Другом Поиграть В шестую Цивилизацию Ага Я Минуты Двадцать Потерял Просто На выборе Страны Кажется Знаешь У меня Точно Такая Проблема Цивилизации Поэтому Я В какой-то Момент Взял Све За правило Клацать Случайная Страна И все Или брать Россию Всегда Тоже Вариант У меня Был Особенный Геймплей Три Победы Сделал Первонаперво Поймел Линкольна Победил Точнее Второе Согласил Мир С арабами Третье Улетел На хрен Космос И взорвал Планет Да Звучит Как Отличная Веселинка Да И при том Что я Играл Этими Индусами Или Какими Там Индусами Или Какими Там Офиге Я не помню Как Можно Сказать Индия На Вы Нет Все правильно Индусами Я Просто Прикалываюсь Слушай Ну Я Не знаю Есть ли Какие-то Такие Стратегии Которые Побыстрее Цивилизации Ну Что Были Как Цивилизации Потому что Цивилизация Даже На самой Большой Скорости Она Все Медленная Блин Тюно Нет Дюно Не Быстрее И Дюно Вообще Не Похоже Ты Меня Разводишь Какая Стратежка Я Игра А Нет Можестик Долгая Ага А у Том Тай Фишка Таких Игрушек Нет Серая Лиса Победил Грейф Фокс Молодец Я Быстрых Стратежек Толком То Нет Недя Недя Меня Тыкать Пальцем Тем Что Я Стратегии Не Играет Я Не Знаю Я Сдаю Я Быстрых Стратегий Я Не Знаю Все Я Не Особо Любитель Стратежек Поэтому Тоже Не Недя Никто Не Может Герои Меча Магии Может Быть Герои Меча Магии Играны Переиграны Я спрошу Одного Человека Он Любитель Спротегии Я Ну Ладно Так Мы Будем Заканчивать Этот Стрим Так Почему Вам Чего Нибудь Не Прорекламировать Что Хотите Начнем С тебя Андрей Ну Так Конечно Хотелось Свою Канал Прорекламировать Уже Все Прорекламировать Но Также Хотелось Бы Еще И Канал Димона Мянь Малюпус Замечательно Тоже Довольно Хороший Контент Спилит Поэтому Ну Еще И стримы Довольно Часто Проводит Поэтому Тоже Я Видел Его Канал Слушай У него Там Действительно Хорошие Стримы Ты Можешь Скинуть Ссылку В чат Сейчас Так Киньте Ссылку Гробера Лучше Вот Мянь Малюпус И Сейчас Скину На Свой Аккаунт На Свой Канал Точнее Да Хо Музыка Играет У меня Я Не могу Сделать Звуки Стрима Так как И ваш Голос Был бы Слышан Смем Поэтому Я Посмотрю Музыка Деду Такое чувство Что Релакс Такой Сижу Блин Слишком Расслаблен Я Не могу Такой Поэтому Я Такой Музыку Пыта Гроберу Цепляет Я Закажу Потом Да Без действия И вот Мой канал Чудно Отлично Заходите На канал Мне Анима Лупус И Заходите На канал Гробера Паш Как насчет тебя Молчу Как всегда Ты знаешь Я не хочу рекламировать Как хочешь Мне-то Какая разница Чего хочешь Можешь делать Все Спасибо большое Пацаны Что зашли Какого Джекбокса Ну нахер Я понял Я понял Паш Я тебя услышал Спасибо большое Что зашли Мы С вами Увидимся В следующий раз Когда-нибудь Я Буду Вешать Трубку Мне было Очень приятно С вами провести Время Давайте Пока 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 Окей Чат Так Ну че Вам Спасибо огромное Что смотрели Этот стрим Я Хочу поблагодарить За донаты Друг Кофемен Артем И Нико Спро Спасибо вам Огромное За донаты На этом стриме Всем остальным Спасибо большущее Что смотрели А мы с вами Увидимся В следующий раз Я хотел Завтра Стримить Но У меня Наверное Завтра Будут Рабочие Дела Поэтому Поэтому Я Поэтому Я Наверное Не смогу Завтра Постримить К сожалению Следующий Стрим Будет Ориентировочно В Воскресенье Может Быть Я Постараюсь Воскресенье Провести Следующий Стрим Вроде У меня Должен Быть Выходной Если Будет Значит Будет Если Нет То Ну Я Не знаю Ждите Объявление Где-нибудь В сообществе На ютубе Все Спасибо Вы огромное Всем Что зашли Спокойной Вам ночи Отдыхайте Наслаждайтесь Этим Вечером Все Пока Пока Продолжение следует